здравствуйте в эфире новости прорыв с вами яна яковлева сегодня выпуски благоустройство дворов казани продолжается какой новый принцип организации применяет при их строительстве какие инновации сфере транспортных услуг ждать казанцам новые мультимедийные возможности на выставке посвященные и знаменитым художнику реставрация культурных центров казани в 2022 году по программе наш двор татарстане будет благоустроена более 1000 дворовых территорий в этом году в составлении списка дворов впервые участвовали жители республики вопросе который прошел весной прошлого года проголосовали 92 тысячи человек они выбрали 200 приоритетных дворов для благоустройства при постройке администрации района будет учитывать принцип комплектности его суть заключается в разработке единой пешеходной сети который будет связывать дворовые территории со школами детскими садами и так далее начать строительный сезон планирует менее чем через два месяца проектировщики уже проанализировали особенности всех территорий после концепции презентуют местным жителям и доработают с учетом их мнения итоговые схемы благоустройства появится во дворах домов в апреле бюджет программы на этот год составляет 9 миллиардов рублей напомним на сегодняшний день в татарстане уже благоустроили более двух тысяч дворовых территорий новое введение в сфере транспортных услуг об этом подробнее расскажет лися на пандеев в своем сюжете на 10 остановка в казани установили современное табло которые работают с помощью энергии солнечных батарей с помощью них люди будут информированы о времени прибытия общественного транспорта такая система оповещения граждан абсолютно безвредно экологично и не несет никакой опасности жителям города еще шесть остановок обещают оборудовать до середины марта сообщает комитет по транспорту казани первая солнечная батарея была установлена в казани еще в 2020 году на остановке цирк тогда это было экспериментом ученые тестировали работу батареи в дневном режиме так как попытка удалась было решено установить солнечные батареи и на других остановках общественного транспорта также российская компания камаз планирует запустить в казани сервис для транспортных перевозок пассажиров по заказам идея заключается в том что автобус будет объезжать только те остановки которым его вызвали пассажиры через приложение это может быть полезно для тех людей которые возвращаются поздно вечером домой или для тех кто живет в отдаленных районах города в отличие от такси стоимость совместного проезда в автобусе определяется тарифом запустить сервис в казани могут к 2023 году да думаю прикольная идея такс автобуса вызывать его там где ты находишься на ту остановку нужно остановиться с точки зрения допустим водителя ему очень удобно наверное если он будет видеть и он время не теряет и соответственно это топлива не затрачивает ну прикольно мне кажется это можно опробировать допустить качестве эксперимента галерея современного искусства государственного музея республики татарстан состоялось открытие выставки посвященной творчеству знаменитого живописца николая константиновича рериха на выставке представлены более 70 картин работы рериха в российские более поздние периоды его жизни на картинах можно наблюдать вид тибета и индия также на выставке представлен альбом записи самого рериха экскурсово знакомит слушателей жизнью и творчеством художника рассказывает об истории создания произведений в рамках выставки также проходят культурно-просветительский лектор и держава рериха его названием послужила одноименная статья писатель леонида андреева в котором он выразил восхищение творчеством всемирного известного художника но самой главной особенностью данной выставки стала мультимедийная интерактивная инсталляция создателем данной программы является студия и бау проект представляет собой инсталляцию в которой зрители влияют как на изображение на стене галереи так и на музыку любой желающий может управлять движением облаков создавать северное сияние и звуковые эффекты выставка будет открыта еще до 13 марта в казани отреставрируют зооботанический сад и театр оперы и балеты имени мусы джалиля подробнее об этом расскажет никита платону в своем сюжете главстрой республики татарстан объявил о тендере на разработку и реставрацию двух объектов в городе казани начальная цена на ремонт зоосады 100 лет более 2 миллионов рублей а на ремонт театр оперы и балета более полумиллиона и так давайте же сходим на одно из представлений театра имени мусы джалиля и посмотрим в ком состоянии он находится на данный момент в этот день проходил балет байотерка я немного походил по зданию был шокирован от того насколько тут красиво и на первый взгляд кажется что ремонт здесь совсем не нужен с другой стороны это очень круто что за тарстан выделяет деньги на такие культурные центры даже несмотря на то что они так в отличном состоянии заявки с дизайном будут принимать до 5 марта итоги мы узнаем уже девятого поэтому поспешить о предстоящих мероприятий в городе казани вам расскажет лисана фондиева и на коллегер и фонд день добрых дел приглашают на музыкальную терапию 18 марта в рамках проекта мастерская добрых дел пройдет необычное мероприятие о роли музыки жизни человека от 12 марта в казани фонд продовольствия русь проведет крупнейший продовольственный марафон по сбору товарной помощи для малоимущих семей с детьми и одиноких пенсионеров в акции участвуют все магазины пятерочка 6 и 7 марта в торговом центре птичий рынок состоится международная выставка кошек на выставке можно будет купить породистого котенка пообщаться заводчиками получить советы по уходу и содержанию питомцев и 8 марта в национальной библиотеке пройдет лекторий 364 от группы фем козлар на лекциях обсудит права женщин и то как женщина живет в остальные 364 непраздничных дня в студии была яна яковлева до новых встреч